Дарья Сергеевна неплохо стала на работе прямо во время урока в 11-м Б. Странную слабость и тяжесть женщина ощущала уже несколько дней. А теперь к ним прибавилась и еще боль в животе. «Что-то мне нехорошо, дети», – сказала она, хватаясь за стенку. «Хорошо, хоть ученики не растерялись, вызвали скорую». «Надо срочно в больницу», – бегло смотрев женщину, – резюмировал врач. «А может, вы таблетку мне какую-то дадите? Понимаете, у нас тут урок». «Урок подождет. Сейчас есть вещи посерьезнее», – подмигнул врач. Почему у него был такой веселый голос, Дарья Сергеевна понять не могла. Наверное, этому юноше доставляет радость человеческие страдания. Ох, уже это молодежь. Дарья Сергеевна преподавала в школе литературу без малого 30 лет, и каждое новое поколение учеников умудрялось ее чем-то удивить. Подруге в больницу женщине стало хуже. Боль усиливалась, теперь перед глазами кружили красные бабочки. К величайшему удивлению Дарья Сергеевна скорая заехала во двор роддома. Но главное потрясение ждало женщину впереди. Малыш вот-вот родиться, бегом в родзал, заявил врач, который принял ее в больнице. «Какой малыш, доктор, вы что?» – пролепетала Дарья Сергеевна. «Мне 49 лет». «Ну, бывает», – миролюбиво согласился врач. Ему еще и 30 не исполнилось, наверное. «Везет же мне на молодых и глупых», – подумала Дарья Сергеевна. А боль все усиливалась. «Доктор, вы издеваетесь? Помогите мне, пожалуйста». Конечно, доктор удивился, что будущая мать не знает о беременности. Но времени спорить с ней, и что-то объяснять не было. Дарью Сергеевну быстро перевели в родзал, и буквально через полчаса на свет появилась девочка. Еще через несколько минут мама родила ей братика. «Какое счастье!» – плакала Дарья Сергеевна, когда ей дали подержать на руках малышей. «Мы ведь 24 года пытались завести ребенка. Со дня свадьбы мечтали. И ничего не получалось. Врачи говорили, шансов нет». Когда эйфория немножко поутихла, женщина задумалась над самым насущным вопросом. Как сказать мужу? У Михаила Сергеевича сердце слабое, может не выдержать. Когда он вошел в палату, перепуганный, но с цветами, Дарья Сергеевна ощутила прилив внешности. Какое же потрясение ждет бедняжку? «Дашенька, а что случилось?» – осторожно спросил он. «Почему здесь?» – «А это тебе врач скажет», – решила Дарья Сергеевна. «Ну не может она сама так шокировать мужа». Когда через два часа Михаил Сергеевич вновь появился в ее палате, у него в глазах стояли слезы. От мужчины сильно пахло коньяком. «Дашенька, какое счастье!» – только и смог сказать он. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.